Девушки отдыхают Далее расскажем обо всем подробно. Тогда не было проектной документации. Написал в 2017 году ответ, значит проектную документацию получили, нужно пройти экспертизу. Написал в 2018 году, Владимир Николаевич Леницев заверил, что все вопросы решены, будем делать. Однако опять что-то помешало. В итоге оказалось, что до 2019 года это была прерогатива управления капитального строительства, а сейчас вопросы введения департамента городского хозяйства. И главное, мне очень удивило написано, что департамент городского хозяйства направил запрос управления капитального строительства, чтобы те предоставили проектную документацию. Такой у меня вопрос, мы все-таки администрация в состоянии решить этот вопрос или нет? Если нет, так и скажите, что администрация не может решить этот вопрос. В этом году вся работа по уверению главы администрации должна быть сделана. Также народные избранники подняли вопрос о мотоциклистах, которые ездят ночью по городу и мешают жителям отдыхать. К тому же, быстрая езда представляет угрозу для жизни и здоровья самих ночных гонщиков. Мы встречаем на наших фонарных столбах венки. Тут проехал, там проехал. Ловить довольно сложно, потому что ездят быстро, без шлемов, там особенно в ночное время, без номеров. Депутаты предложили изучить опыт Рыбинска, где в ночное время в городе движение мотоциклистов запрещено. Еще один вопрос касался создания фонда капитального ремонта в нашем городе. У нас ожидается приезд на следующую неделю представителей, руководителей фонда капитального ремонта. И мы с ними будем рассматривать разные варианты ускорения использования средств, которые накапливает город Саров в этом фонде, в интересах жителей, в интересах ремонта нашего фонда. Обсудили на заседании Думы контроль за внешним видом нашего города. Несколько лет назад в результате ДТП было разрушено крыльцо здания почты на улице Московской. До сих пор его никто не починил. Известно ли что-нибудь, когда Почта России будет восстанавливать это разрушенное полностью крыльцо? С Почтой России велась переписка и разговор о том, чтобы они перевели в порядок в течение этого года, как у них там это произошло, свое крыльцо. Они ссылались на недостаток финансирования. В итоге Почте был выписан штраф за ненадлежащее состояние здания. Работы должны выполнить в течение года. Более подробно об отчете главы администрации мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. В этом году в Сарове произошло два ДТП с участием детей-пассажиров. В одном случае ребенок был не пристегнут специальным удерживающим устройством, получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД систематически проводят профилактические операции, чтобы выявить на дорогах нашего города водителей, которые пренебрегают правилами перевозки детей. Это использование детских удерживающих устройств, использование ремней безопасности. Вот именно детское кресло, в таком понимании, как мы его с вами понимаем, оно способно ограничить ребенка от нанесения каких-то телесных повреждений в результате дорожных происшествий, либо значительно их снизить. Зачастую сотрудники ГИБДД сталкиваются с тем, что водители не понимают необходимость соблюдения всех правил перевозки детей. Детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка и быть сертифицировано. Понятно, что купить за 200 рублей накладку на ремень и считать, что его миссия как водителя выполнена, это в корне неверно. Такая накладка, как так называемая треугольная безопасность, абсолютно не обеспечивает безопасность. А далее даже наоборот, при каком-то столкновении, при ударе о ремень, ребенок может получить повреждения внутренних органов. Еженедельно дорожные полицейские выявляют до 20 нарушений правил перевозки детей в нашем городе. Причины пренебречь безопасностью своих главных пассажиров самые разные. Некоторые говорят, что кресла просто нет и приобретать его не собираются. Кто говорит, забыли в другой машине, кто-то говорит, машине жены забыл, машине мужа оставил, машине дедушки и бабушки. Причины совершенно разные. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что штраф за нарушение правил перевозки детей – 3000 рублей. За эти деньги можно подобрать автокресло или бустер, который обеспечит безопасность ребенка в дороге. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Энтеровирус поражает в основном детей от 3 до 10 лет. Заболеть могут и взрослые, но они переносят болезнь гораздо легче. У малышей иммунитет еще не выработал антитела для борьбы с энтеровирусной инфекцией, поэтому они болеют чаще. А у детей все многообразие клинических форм этой энтеровирусной инфекции. Начиная просто как респираторная инфекция, с температуры головной боли и легкого насморка, боли в горле, до менингита. Заболевания носят сезонный характер. Вспышки возникают в весенне-летние и летние-осенние периоды. Заражение энтеровирусной инфекцией происходит через воду и мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании больного. Чаще всего летний грипп подхватывает при купании в открытых водоемах. Сохраняется энтеровирус очень хорошо в воде. И в стоячей, и в сточных водах, которые спускаются, и в речках, и в озерах. И все. Где, значит, когда жарко, люди начинают купаться, а то еще, не дай бог, и попьют эту водичку. И энтеровирусы тут как тут. Если в детском коллективе есть заболевшие, то высок риск заражения и других малышей. Крепкий иммунитет справится с вирусом через 3-4 дня. В ослабленном организме энтеровирусная инфекция может осложниться менингитом. Менингит обычно начинается на второй волне. Все вроде бы прошло за 3-4 дня. И все хорошо, да? А через 3 дня, через 2-3, начинается все снова. Опять температура, головная боль, рвота и менингиальные симптомы. Это вот менингит так начинается. Менингит лечится только в стационарных условиях. В результате интенсивной терапии пациент полностью выздоравливает через 3 недели. Чтобы снизить риск заражения энтеровирусной инфекцией, нужно соблюдать правила личной гигиены и купаться только в разрешенных местах. При первых признаках заболевания не заниматься самолечением и обращаться к врачу. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, САРУ-24. Люди, помните, пока сердца стучат, помните о тех, кто не вернется никогда. На митинге, посвященном Дню памяти и скорби, собрались члены городских советов, ветеранов и организаций, а также участники молодежных патриотических клубов. К ним обратились представители городской думы, администрации, ветераны Великой Отечественной войны. Самая печальная дата в истории нашей Родины. Как огнем и пламенем она прошлась по сердцам всех жителей Советского Союза, России. Нет ни одной семьи, чтобы не затронула эта тяжелая боль войны. 78 лет назад, 21 июня, 19 русских юношей и девушек закончили школу. А на следующий день началась самая кровопролитная война в истории нашей страны. И вчерашние выпускники наравне со взрослыми записались добровольцем на фронт. На митинге минутой молчания почтили память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради мира на земле. В рамках митинга по всей стране прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Активисты молодежных общественных объединений на воинских мемориалах зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Ветераны отметили важность участия подрастающего поколения в патриотических мероприятиях. Конечно, эти мероприятия очень нужны нашему городу. Мы видели и помним, и знаем. Это наша история. На митинг приходят горожане. Это уже хорошо. На митинге участвуют руководители города. Это тоже хорошо. В этом году на митинге было мало горожан. Пенсионеры отметили, что причиной могла стать недостаточно информированность жителей о проводимом мероприятии. Мы сами искали тех людей, которые организуют этот митинг. Это неправильно. Чтобы побольше информации было не только через советы ветеранов, но и через какие-то объявления массовые. Стихи и песни о Великой Отечественной войне подготовили воспитанники творческих коллективов города. Закончился митинг в изложении цветов к вечному огню. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В 10 часов утра участники шествия, возглавляемого протеереем Александром Брюховцом, двинулись от Храма Всех Святых в сторону Дальней Пустонки с Харугвями и большими иконами Божьей Матери Скоропослушницы и преподобного Серафима Саровского. Сегодня престольный праздник нашего храма. Храм в честь всех святых. И сегодня общее церковное торжество как раз воспоминания памяти всех святых, которые присеяли в церкви, которые угодили Богу. И престольный праздник – это всегда главное событие для приходской общины. Она сопровождается торжественным богослужением, усердными особенными молитвами. После Дальней Пустонки колонны верующих с молитвой обошли приходские храмы великомученика и целителя Пантелеймона, святого праведного Иова Многострадального и храм царственных страстотерпцев. Вот у нас сложилась традиция, что мы крестным ходом с молитвой обходим весь город. Потому что в то время, когда эта традиция возникла, у нас был только один храм. Храм в честь всех святых. Других храмов не было. И вот чтобы наша молитва покрывала весь город, чтобы все горожане могли бы принять участие, возникла эта традиция – идти вокруг всего города. Ну и до сих пор она продолжается. Фёдор Тимошкин вместе со своей дочерью участвует в крестном ходе, посвященном празднику всех святых уже не первый раз. Каждый год они стараются проходить весь маршрут, несмотря на погодные условия. По словам Фёдора, для них это не просто шествие по центральным улицам города, а испытание силы веры и вместе с этим возможность пережить невероятную радость от единения с другими прихожанами. Наверное, нужно пройти, потому что когда именно поучаствовать в этом процессе, и когда результат, он даже в течение крестного хода уже сначала думаешь, ой, я там не дойду, наверное, там, а потом раз, откуда-то силы появляются, и как бы всё получается, всё, и благодать как-то вот она действует. В крестном ходе приняли участие более двухсот прихожан городских храмов от маленьких детей до людей преклонного возраста. По ходу маршрута одни присоединялись к шествию, другие выбывали. К середине вечернего богослужения крестный ход вновь возвратился в храм всех святых. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Цель школы неизменно уже несколько лет – побудить молодых учёных к изучению лазерной физики, а также дать более глубокие знания по этому направлению студентам и аспирантам. На базе детского оздоровительного лагеря «Гайдар» участники будут слушать лекции ведущих российских учёных и представлять свои наработки в формате стендовых докладов. Перспективы здесь такие, что они получают некие ориентиры. Ну что, полезно посмотреть, а вообще какие люди, как они себя ведут, как у них мыслят на темы, которые обсуждаются. И сами темы, они дают некие ориентиры. География участников расширяется с каждым годом. За всю историю школы в ней принимали участие студенты и молодые учёные от Урала до западных границ нашей страны. В этом году более 40 человек приехали из других регионов, чтобы углубить свои знания в области лазерной физики. Для лекторов, наверное, это возможность донести материалы, с которыми они работают. Для молодых масс, скажем так, которые смогут этим более детально увлечься, заинтересоваться каким-то образом. И, возможно, даже перейти к дальнейшему сотрудничеству. Были случаи, когда ребята приезжают сюда студентами, в дальнейшем приходили к нам, например, в институт, в аспирантуру. Александр Ушаков стал уже постоянным участником Всероссийской школы. Несколько лет подряд приезжал слушать лекции, ещё будучи студентом. Он считает, что участие в мероприятиях в рамках Всероссийской школы даёт молодым учёным возможность реализовать свои идеи в области лазерных технологий. Я думаю, что основной вклад посвящён тому, что молодые ребята приезжают и впервые пробуют свои силы на этой школе, потому что даже на моём личном опыте были многие ребята, с которыми мы приезжали, они вообще, у них это был опыт первого доклада на этой школе. А спустя там уже несколько лет они уже приезжают, как уже либо состоявшиеся, либо уже развивающиеся научные специалисты и сильно поднимают свою квалификацию. Многие из тех, кто слушал лекции в качестве студентов или молодых специалистов, теперь сами выступают с научными докладами. Они представят свои исследования в области лазерной физики, а также в качестве экспертов оценят работы аспирантов. За четыре дня студенты и молодые специалисты прослушают более десяти лекций учёных-физиков, а также посетят лазерные установки Музей ядерного оружия. Заключительным мероприятием станет награждение участников. В этом году стены учебного заведения покидают 207 человек. Из них 51 закончил техникум с отличием. По СПТ такой результат впервые в истории. Ребята к нам уже поступают с более хорошими знаниями, с хорошими аттестатами и развиваются во время учёбы. Рабочая профессия всегда была и будет востребована в любом государстве. Практически каждому предприятию нужны люди, которые умеют работать руками и могут разобраться со сложными механизмами. В том числе такие люди требуются и ядерному центру. Сейчас перед нами стоят очень большие амбициозные задачи. Не только в рамках Российской Федерации ядерного центра, это гражданская продукция, это был собранный заказ, но и в рамках Российской Федерации. Этому все знают выступление. И президенты, и премьеры министры на всех уровнях говорят, что самое главное – это рабочая профессия. Техникум уделяет большое внимание не только учебной подготовке своих студентов, но и раскрытию их творческих способностей. Свои таланты выпускники продемонстрировали во время выпускного вечера. Когда-нибудь у всех придет, вы нами сможете гордиться. Для многих выпускников годы учебы в техникуме навсегда останутся в памяти, как самое лучшее время в их жизни, которое подарило им новых друзей и дало толчок к дальнейшему развитию. Все четыре года обучения в техникуме – это как сказка, как путешествие, за которое я мало того, что стал, если не мастером, то первоклассным специалистом. Помимо этого я нашел настоящих друзей, с которыми по жизни я уверен, то есть я буду дальше общаться. Хорошие теплые воспоминания, потому что очень хороший дружный коллектив, наша группа, хорошие преподаватели. Все было на протяжении четырех лет очень, ну, очень было приятно ходить. То есть на учебу пары проходили очень здорово, весело, то есть есть что вспомнить. Помимо образования в техникуме я получил новых друзей, научился петь, меня заметили разные преподаватели по вокалу. Там очень круто учиться, лучше, чем в школе. Я не хочу оттуда ходить. Приятным сюрпризом для выпускников и их родителей стало выступление творческих коллективов Центра культуры и досуга в НИЭФ. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Первая выставка названа «Опора для моей души». Здесь представлены вышитой гладью копии икон. Автор экспозиции, известная во мастеровых кругах Сарова Елена Блохина, занимается вышивкой уже давно. Неоднократно ее работы выставлялись на различных площадках, в том числе и в Молодежном библиотечно-информационном центре. Вот такой тематики у нас еще не было. И то, что эти работы выполнены с большим мастерством, и то, что они просто наглядно свидетельствуют о ее высоком художественном вкусе, это, конечно, видно невооруженным глазом. Среди работ Елены Блохиной копии икон «Спас нерукотворный», «Троица», «Казанская Божья Матерь», изображения архангела Гавриила, Ильи Пророка и Серафима Саровского. Она это делает профессионально и с большой-большой душой. И сама она даже сама говорит, что я всю душу вкладываю в эти работы. Соседствует с вышитыми копиями икон другая выставка. Ее автор Николай Мачалин предпочитает работать в анималистическом жанре. Эта экспозиция больше адресована детям. В данной выставке именно изображены животные дети. То есть вот родители, дети, такие очень трогательные ситуации изображены. И вот сами такие картины, прям вот такие мимимишные, которые будут интересны именно детишкам. Обе выставки будут открыты до конца лета. Посетить их можно в часы работы Молодежного библиотечно-информационного центра. Без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. С июня по август в рамках проекта «Читальный зал» каждый четверг библиотекари города организуют для детей досуг с пользой тематические игровые программы, посвященные любимым героям книг и их авторам. У нас в библиотеке работает музей книги. И сегодня мы представляем программу, созданную по книгам из этого музея. Это и дореволюционные издания, и издания первых лет советской власти, и современные издания. «Дюности честной и зерцала» – это одна из первых книг, с которой познакомились ребята в рамках встречи «Приключения в стране чтения». Литературный сборник для детей был издан по приказу Петра I и состоит из двух частей – букваря и наставления. Вторая книга, о которой рассказали юным читателям – волшебные сказки Шарли Перо. У нас есть замечательное, восхитительное издание «Волшебный сказок Шарли Перо» 1867 года, издание с иллюстрацией Гюстава Даре. Третьей, самой познавательной, по мнению ребят, стала книга «Мена». Участникам читального зала предстояло не просто прочитать сказку, а попробовать обыграть её по ролям. «Сказка была про старика, который обменивал все свои вещи, которые ему дарили люди. Но мораль заключалась в том, что все вещи нельзя променивать, так как некоторые из них имеют большую ценность. И чтобы их разменять, нужно сначала задуматься, а потом уже отдать». Также на встрече ребята играли в настольные и подвижные игры, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины и складывали пазлы на скорость. Следующая встреча пройдёт 27 июня в 16.00. Сотрудники библиотеки познакомят ребят с произведениями Ивана Крылова. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Активная и любознательная Рита Борисова закончила первый класс. В долгожданные летние каникулы девочка проводит в мире занимательные литературы и полезных знаний. Каждое занятие не похоже на предыдущее, рассказывает Рита. За один день в библиотеке Пушкина ребята могут посетить увлекательную викторину, а потом заняться рукоделием и открыть для себя мир русской народной куклы. «Мне тут нравится узнавать новое, потому что тут много кружевоплетения». В отделе искусства детской библиотеки имени Пушкина царит атмосфера творчества и фантазии. В этом году занятия в рамках проекта «Ремесленное подворье» посвящены истории народной куклы. Из простых и доступных материалов ребята своими руками мастерили оберег под названием «Зайчик на пальчик». Эта кукла оберегала малыша. Малыш играл с этим зайчиком на пальчике. В отделе искусства детской библиотеки место найдется всем. Сюда приходят и открывают для себя много нового даже те ребята, которые раньше не занимались прикладным творчеством. Главное, как считают библиотекари, это желание постоянно узнавать что-то новое и любовь к чтению. «Это фантазию развивают очень хорошо, потому что там есть разные книги. Некоторые науку берут, там есть, если может быть, тут даже есть некоторые учебники. Мне нравится читать больше всего про фантастику. Я вот прочитала, когда первый раз взял, книжку «Тайны звездного странника». Ребята знакомятся с интересными страницами истории, развивают мелкую моторику, учатся усидчивости и вдумчивости. Юные читатели тщательно повторяют за взрослым все этапы создания народной куклы. И через некоторое время на свет появляются те самые обереги, которые много лет назад защищали маленьких детей и имели магическую силу. Самое главное, что наш отдел проповедует и несет нашим читателям, это развитие творческих способностей детей. Через книгу, через вот такие вот ремесленные подворья. Самое главное, что детям это интересно, они приходят с горящими глазами. И мы видим, что с каждым разом все больше и больше читателей к нам приходят. Занятия в рамках проекта «Ремесленные подворья» проходят каждую среду в три часа дня в библиотеке имени Пушкина. Там же все желающие могут освоить навыки кружевоплетения. Дарят Сопорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Эти слова из известной русской народной сказки «Машенька и медведь знает каждый». Добрые истории об озорной девочке и ее новом друге в следующем сезоне войдет в репертуар театра «Кукол Кузнечек». Режиссеру из Красноярска Евгению Пермякову удалось сделать спектакль, который будет интересен и юным зрителям, и их родителям. Искреннее и живое проживание эмоций возможно только в театре. Именно искренней, живой, доброй эмоцией можно как раз и заставить смотреть. Причем спектакль всегда любой, даже детский, должен быть интересен, в том числе и взрослым. Мы в ответе за тех, кого приручили. Реплика «Маленького принца» из повести Экзюпери стала своеобразным эпиграфом к пьесе, по которой был поставлен спектакль «Машенька и медведь». Знаменитые фразы из произведения великого французского писателя об ответственности и настоящей дружбе прошла лейтмотивом через всю историю. Добрые, доверчивые медведи, веселая, рожеволосая девочка обрели свои образы и характеры благодаря актерам, которые в формате кукольного театра время от времени уходят на второй план, но от этого не теряют своей значимости. Кукла сама по себе не может жить, хотя мы и наделяем ее какими-то свойствами, но она сама по себе не может жить. Ее все равно ведет, одухотворяет актер. Я считаю, мне повезло, мне попались очень хорошие, квалифицированные исполнители, которые приняли мои идеи и в силу своего таланта их воплотили. Увидеть спектакль «Машенька и медведь» на сцене театра «Кукол Кузнечик» можно будет в следующем сезоне. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Футбол, баскетбол, бадминтон. В рамках областного проекта «Дворовая практика» на стадионе 13-й школы работали сразу несколько спортивных площадок. Организаторы дали возможность проявить себя как опытным спортсменам, так и тем, кто только начал осваивать новое для себя направление. Сегодня у нас проходит итоговое мероприятие июня месяца. Сегодня ребята, которые пришли сюда к нам на дворовую площадку, играют в футбол и в стритбол. Вы видите, что ребята разного возраста. И хотя проект наш рассчитан на подростков, маленьких мы тоже, конечно, приглашаем и приучаем проводить лето не просто во дворе, а именно на дворовой площадке заниматься какими-то полезными делами. Юный вратарь дворовой команды «Зенит» Роман Кожевников всеми силами помогал своей команде. Он занимается тактическим троеборем, но в этот раз решил попробовать свои силы в футболе. Игра Рома увлекла, и спортсмен намерен обязательно вернуться на дворовую площадку. Впечатления были хорошие. Матч понравился, проиграли, но есть победители, есть проигравшие всегда. На баскетбольной площадке ребята постарше выясняли, кто сильнее в стритболе. Виктория Чукрина занимается футбольной секцией, а сюда приходят, чтобы весело использовать и провести свободное время. Мы здесь играем в футбол, в стритбол, в бадминтон. Очень весело здесь. Каждый раз, когда я выхожу гулять, прихожу сюда. Проект «Дворовая практика» проводится в нашем городе не первый год. Кроме спортивных, работают социально-педагогические площадки, где подростки планируют и реализуют интересные идеи. Проект «Дворовая практика» работает на площадках города в течение всего лета. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Максим Ведищев увлекся рыбалкой еще в детстве. Рыбачить начинал на озере Боровом. Сейчас предпочитает выезжать за город. Однако и в черте Сарова есть привлекательные для ловли водоемы. На протяжке раньше рыбачил окунь, было много. Сейчас, конечно, замор был. На Филипповке тоже. Особенно на второй раньше клевал хорошо окунь и карась. Это в последнее время что-то там маловато стало рыбы, но окунь еще остался. Как и у всякого рыболова, у Максима есть в запасе интересные истории, которые происходили с ним на рыбалке. Однажды на его приманку клюнула черепаха, а одну рыбу он поймал необычным способом. «У меня был только карп на 11-200, и то я его поймал в Илеве, но, правда, поймал его за хвост. Это был тоже необычный случай, когда я его подцепил. Я думал, что он клюнул, но потом, когда стал принимать уже подсачника, у меня народ стал принимать, уже вижу, что хвост впереди, а голова позади». Тем, кто только открывает для себя прелести ловли рыбы, Максим советует обратиться за информацией в интернет. Также советом помогут и рыбаки со стажем. «Если приходит человек, он всегда спрашивает, как, чего ловит, подскажешь, там, если прикормку замесить, там, прикормку, если на хищник, там, какие блесны лучше, как бы все спрашивают, какая проводка, всем расскажешь, все как бы понимают и без проблем». Сейчас Максим больше ориентирован на спортивное рыболовство и участие в соревнованиях по рыбной ловле. Такие состязания проходят и в Сарове, попробовать в них свои силы могут все желающие. Подробности в группе Федерации рыболовного спорта Сарова ВКонтакте. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Дисциплина «Палеотлон» выросла из советского комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы повысить интерес к освоению сразу нескольких направлений и подготовить к участию в сдаче нормативов ГТО, придумали отдельный вид спорта. «Палеотлон» подразделяется на зимний и летний. Последний включает в себя стрельбу, плавание, метание гранаты, бег на короткие и длинные дистанции. Это больше требует тренировок. То есть не один вид тренируешься постоянно, а приходится один вид, второй вид, третий вид. В комплексе они где-то чуть послабее, где-то чуть сильнее. И набирая очки, они могут показать хорошие результаты. Метание гранаты – одно из самых популярных направлений в легкой атлетике. Спортсмену необходимо на дальность бросить специальный снаряд. На выполнении заданий каждому участнику дается три попытки. Бросок засчитывается только в том случае, если граната упала в пределах коридора. Участница соревнований Мария Долина занималась гимнастикой и легкой атлетикой. По мнению спортсменки «Палеотлон» – это отличная возможность преодолеть себя. Главное не победа, а участие. Не каждый участник может завоевать медаль или какое-то место призовое. Здесь главное – перебороть себя. «Палеотлон» развивает силу и выносливость. Желание усовершенствовать эти качества появляется у спортсменов в любом возрасте. Будь то опытный участник различных соревнований или тот, чьи золотые медали и победы еще впереди. Для привлечения в этот спорт у федерации есть все – база и время для тренировок. Нет только наставника, который воспитает чемпионов из начинающих спортсменов. У нас нет тренера, и поэтому детям заниматься неинтересно. Здесь у нас в городе много спортсменов, которые тренируясь самостоятельно, выходят на крупный уровень. А если бы был тренер, то у нас вообще тут были бы, знаете, какие результаты. Победители городских соревнований по «Палеотлону» отправятся в Нижний Новгород на региональный этап. Лучшие спортсмены области получат право участвовать во всероссийских состязаниях. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Участникам веселых стартов предстояло преодолеть весьма непростые испытания. Пронести теннисный мяч на ракетке, пробежать змейкой с большим футбольным мячом, прыгнуть через скакалку, не задев кегли. Больше всего ребятам запомнилась эстафета башня. Надо было бегать из деталей и делать пирамиду. В веселых стартах приняло участие две команды – спортивный отряд молодежного центра «Спартак» и команда «Дека» досуговой площадки «Летняя дача». Именно они заняли первое место. Мы очень рады, потому что мы старались, все молодцы, все супер. Мы очень рады. Я считаю, что победу мы заслужили. Веселые старты для ребят летнего лагеря проводятся еженедельно. Каждый раз организаторы стараются удивить участников интересной конкурсной программой и спортивными заданиями. Это мероприятие – одно из многих мероприятий, которые помогают ребятам хорошо провести каникулы, весело, с пользой, и для здоровья, и для хорошего настроения, и для того, чтобы каникулы были настоящими каникулами. Все спортсмены веселые эстафеты получили памятные подарки, ручки и блокноты.